Здравствуйте! Это программа «Тема» Самой массовой и авторитетной организации трудящихся, которая стоит на страже социально-экономических и трудовых интересов своих членов, является профсоюз. Гость нашей студии сегодня – председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, депутат областной думы Николай Шаталов. Здравствуйте, Николай Михайлович! Добрый день! Скажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день в профсоюзных организациях состоит в белгородцах? Да, действительно, Оксана, вы сказали, что профсоюзы – самая массовая общественная организация не только в Белгородской области, но и, естественно, в Российской Федерации. Если говорить о членстве в нашей организации, то более 350 тысяч членов профсоюза различных отраслей являются членами наших профсоюзных организаций, в данном случае 16 отраслевых обкомов. То есть каждый пятый белгородец является членом профсоюза? Да. Получается, что это очень большая армия трудящихся, которая состоит в наших рядах профсоюзных. А какие самые массовые профсоюзные организации? Больше всех членов профсоюза у нас в бюджетных отраслях. Это образование, в пределах 70 тысяч здравоохранения, в пределах 40 тысяч культура. Ну, естественно, самая массовая профсоюзная организация, отраслевой профсоюз, у нас агропромышленный комплекс, металлургическая отрасль. Такие самые массовые, где достаточно высокий охват профсоюзным членством. У нас есть такое понятие охвата профсоюзным членством. Он у нас, если говорить за бюджетные отрасли, он у нас приближается к 98%, на предприятиях промышленности к 90-95%. Ну, и важно, что в системе социального партнерства в нашей Белгородской области, как мы считаем, благополучной, где работает закон о социальном партнерстве, принятый депутатами Белгородской областной думы, у нас члены профсоюза являются и работодатели, и руководители законодательных, исполнительных органов, у нас хорошие профсоюзные организации. Что дает членство в профсоюзе труженикам? Основная задача нашей организации – это защита социально-экономических прав и интересов трудящихся, если говорить о федеральном законе, о профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности, и если говорить о нашем уставе. Конечно, вы спросите, а как же вы защищаете права трудящихся? Естественно, в первую очередь мы их защищаем через систему социального партнерства, так называемую. То есть все наши структуры работают по заключению с работодателями, если говорить снизу, коллективных договоров. И в эти коллективные договора включаются дополнительные льготы и гарантии, не предусмотренные законодательством. Это достаточно большой объем гарантий, но я должен сказать, что охват коллективными договорами или сколько коллективных договоров заключается там, где есть профсоюзные организации, практически везде. Хотя мы анализируем, коллективный договор заключается и там, где нет профсоюзных организаций. Но там в большинстве своем коллективный договор заключается только для галочки. Практически переписывается трудовое законодательство. А у нас есть специальная служба, которая разрабатывает макет коллективного договора, отслеживает ее выполнение. Точно так же и соглашения на уровне правительства Белгородской области, областного объединения, организации профсоюзов и объединения работодателей, отраслевые тарифные соглашения, соглашения на уровне координационных советовых глав и работодателей в районах. То есть вот такая система, это в первую очередь. Во вторую очередь, ну и что немаловажно, это, конечно, естественная защита членов профсоюза, которых, можно сказать, обидели. Хотя у нас благополучная область считается, но права трудящихся у нас нарушаются. И вот если говорить о том, у нас 14 профсоюзных юристов, да, вот работают в нашей системе, ну я считаю, это, конечно, маловато на такое количество членов профсоюза. Но важно, что наши профсоюзные юристы, во-первых, бесплатно оказывают юридические услуги. И если, значит, доводят, ну, бывают случаи, доводят до суда какую-то ситуацию, то они сопровождают их вплоть до решения суда. Ну, вот, допустим, взять прошлый год. То за консультациями, за помощью к нашим юристам обратилось более 17 тысяч членов профсоюза. 4 тысячи 500 исков было оформлено в суды. 4 тысячи 500. И, что немаловажно, 95% исков были решены в пользу трудящихся. А какие иски, если говорить, да? Это, во-первых, неправильное увольнение. Это невыплата заработной платы. Это неправильное наложение дисциплинарного взыскания. Если работник с этим не согласен, то он обращается. Это несправедливая аттестация рабочего места. Или, как сейчас говорят, специальная оценка условий труда. Где, согласно нового закона, особое место отводится профсоюзам. Это уже, если говорить о нашей работе по охране труда. Ну, и, естественно, вот наличие профсоюзной организации на предприятии и в организации заставляет работодателя по-другому смотреть на выполнение трудового законодательства. И вообще на отношение к человеку. В плане морально-психологического климата, поддержания положительно морально-психологического климата в коллективе. В плане изменения качества человеческих отношений. И нас особенно интересует, и мы много делаем в плане коренного изменения качества человеческих отношений на уровне трудового коллектива в рамках реализации стратегии построения солидарного общества на Белгородчине. И одна из таких масштабных работ, которая проводится профсоюзами, это оздоровление своих сотрудников. Расскажите, пожалуйста, об итогах, может быть, оздоровительной кампании по профсоюзной линии прошлого года и планах на этот год. Во-первых, оздоровлением мы также продолжаем заниматься, несмотря на изменения законодательства, связанные с тем, что фонд социального страхования перешел от профсоюзов. Но мы отдельно занимаемся оздоровлением детей и отдельно занимаемся оздоровлением взрослых. И наша задача сохранить уровень оздоровления детей, допустим, в этом году на уровне ниже прошлого года. Это больше 100 тысяч детей. Но мы активно участвуем в оздоровлении детей через работу наших профсоюзных санаторий. Если говорить о круглогодичном оздоровлении детей, то четырех в санаториях – это санаторий Красная Поляна, Воложьевская района, это санаторий 1-го мая, Шебекинская района, это санаторий Дубравушка, Карачанская района и это санаторий предприятия Кмаруда. Если говорить о количестве детей, которые мы оздоравливаем, естественно, по льготным путевкам, это 5 тысяч детей. Но, кроме того, мы же занимаемся и оздоровлением детей через пионерские лагеря. Вот если говорить о цифрах, то через летние отдыхы. А каким образом? Принимая участие в финансировании путевок. Родительская оплата составляет 20%. Мы через коллективные договора работаем, что власть или муниципалитеты тоже выплачивают в пределах 50-30%, а остальную сумму выплачивает согласно коллективного договора работодатель. Мы заинтересованы, чтобы оздоровление было качественное. Поэтому мы за то, чтобы были сохранены практически все муниципальные лагеря, хотя их немного, в настоящее время, вот если говорить за этот год, их 20 муниципальных пионерских лагерей, и в них, ну и в прошлом году, и в этом году планируется оздоровление 12 тысяч детишек. Но, кроме того, в нашей области будет работать 509 лагерей с дневным пребыванием, где будет оздоровляться 55 тысяч детишек тоже. Кроме того, 268 лагерей труда и отдыха будут у нас работать, где 12 тысяч будет оздоровлено. И планируется два палаточных лагеря, где будет оздоровлено примерно 400 человек. Примерно 1 тысяча детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, они поедут на Черное море. Ну, кроме того, я должен сказать, для нас очень важно, и это мы делаем, и мы оздоравливаем детей, детишек в наших, опять-таки, оздоровительных учреждениях, которые я назвал, организовывая профсоюзные смены. Вот это и 1 мая, и Красная поляна, это, значит, оздоровительное учреждение Староскольское. Здесь мы планируем оздоровить чисто за счет профсоюзного бюджета со стопроцентной оплатой. Примерно 400 человек. Кроме этого, у нас есть учреждение, у нас в Доме профсоюзов, оно является как бы структурным. Мы поздравляем подразделением областного профобеднения Белгород-Профкурорт. Через это учреждение оздоравливаются члены профсоюзов, сразу скажу, члены профсоюзов и их семьи с 20-ти процентной скидкой. Ну, это разных отраслей, да? Разных, любых отраслей. Если он член профсоюза, значит, ходатайствует, ну, председатель соответствующего структурного подразделения, руководительской организации, значит, ему уже стоимость путевки снижает и его семье на 20%. Значит, кроме того, вот, учреждение Белгород-Профкурорт работает на все санатории, принадлежащие Федерации независимых профсоюзов России. А их по Российской Федерации в пределах 39-ти. Это санаторий Кавказа и Черного моря. Ну, если говорить о цифрах, сколько мы оздоравливаем, ну, по прошлому году, ну, в пределах 4-х тысяч. Мы оздоровили в том числе и в наших санаториях Красная Поляна, Дубравушка и вот 1 мая. Если говорить о стоимости, то стоимость санаторно-курортных путевок в наших профсоюзных санаториях, она, ну, небольшая. Мы цену не повышаем, зная, что в основном едут оздоравливаться средний, если можно так сказать, класс членов профсоюза. В принципе, за 21 тысячу можно оздоровиться, значит, в течение двух недель. Кроме того, мы открыли краткосрочные программы в санатории Красная Поляна. Антистресс, недельная программа, да, красивая фигура, очищение организма, значит, мать и дитя. То есть на неделю можно приехать, получить процедуры и стоимость путевки, ну, если без скидки, там, это в пределах, значит, 11 тысяч. А так, если... Если члены профсоюза, то это 20%. Да, да, да. Ну, еще же у нас первичные профсоюзные организации тоже помогают. Помогают соответствующие обкомы тоже. В данном случае в профсоюзах состоять выгодно. Могут ли у вас приобрести путевки на отдых, лечение жителей области, но которые не являются членами профсоюза? Ну, естественно. У нас Белгородпрофкурорт, который находится в нашем здании, проспект Милинская, 55. Он работает со всеми, ну, в первую очередь, с членами профсоюза, естественно, предоставляя ему льготы, но и со всем населением Белгородской области, со всеми жителями. Вот путевки также выдаются им во все санатории профсоюзные и не только профсоюзные. Они работают и с Красиво, работают и с другими санаториями, не принадлежащие профсоюзным. Ну, естественно, там соответствующих скидок нет, потому что они не члены профсоюза. Ну, кроме того, у нас Белгородпрофкурорт организовывает экскурсии. Мы считаем, что это тоже забытая форма советских времен, которые профсоюзы занимались. И я думаю, что это вот у нас будущее нашего профкурорта. Они начали в этом отношении тоже набирать опыт и набирать обороты и возвращаться к старым профсоюзным временам. А какие-то выездные есть или только по Белгородской области? Не только по Белгородской области. Куда закажут туда, в принципе, и в любое место Российской Федерации тоже. И важно, что они общаются, работники этих предприятий и организаций общаются в неформальной обстановке. Это тоже солидаризация. Это вот еще один шаг к созданию справедливого, солидарного общества и качества изменений взаимоотношений. Да, дух коллективизма, потому что люди вместе проводят не только рабочее время, но и досуг. Это сплачивает коллектив. Да? Конечно, да. Конечно, однозначно. Николай Михайлович, если у зрителей у наших возникнут вопросы, куда они могут обратиться? Значит, они могут обратиться по оздоровлению взрослых. Это наше учреждение «Белгородпровкурорт». 27 45 00 телефон. Значит, с нашего сайта можно тоже выйти. У них имеется электронная почта. Ну, а вообще они могут обращаться в Дом профсоюзов. Народный бульвар 55. И все вопросы мы будем решать. Спасибо большое, Николай Михайлович. Это была программа «Тема». У нас в гостях был председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов, депутат Белгородской областной думы Николай Шаталов. До свидания. До свидания. Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев